Небольшой спуск по жёлобу и молодой сазан уже на воле. Сейчас рыба весит не более 150 грамм. В течение двух лет её выращивали в специализированном питомнике. Выбор сазана для зарыбления был обусловлен тем, что сейчас, по словам специалистов, необходимо пополнение этого вида. Вид выпускаемой рыбы определяется научным институтом. Сазан является наиболее приживаемой рыбы. Средневоложское управление Росрыболовства определяет место выпуска рыбы. Это связано с тем, что должно быть наименьшее количество хищников и богатая кормовая база. Зарыбление Нижнекамс Нефтехим проводят регулярно. Мальков выпускают в водоём в определённое время года, осенью или весной. Все мероприятия проходят после согласования и в присутствии надзорных органов. Таким образом, компания восполняет водные биоресурсы. Павла Нижнекамс Нефтехим имеет своё собственное водозаборное сооружение, которое предназначено для забора воды для технических нужд как самого предприятия, так и для непосредственного города. Водозаборное сооружение имеет защиту также от попадания личинок, мелких рыб в непосредственно сами сооружения. Но ежегодно Нижнекамс Нефтехим проводит компенсационный, скажем так, выпуск рыбы. Сегодня было выпущено более 7,5 тысяч особей сазана. Это мальки сазанов двухлетки, которые имеют вес от 100 до 150 граммов. Освоится рыба довольно быстро, наступающие холода ей не страшны. Нижнекамс Нефтехим в очередной раз внёс весомый вклад в сохранение окружающей среды. Александр Халин, Фахри Исламов, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова